В 1970-х годах во Флориде накопилось огромное количество старых шин, которые было некуда девать. Тогда еще не существовало эффективных методов их переработки, и отходы просто складировали неподалеку от городов, создавая все более масштабные свалки. Власти штата придумали нестандартное решение. Если шины мешают на суше, почему бы не использовать их в воде? Было решено создать искусственный риф, который стал бы домом для рыб. Ранее подобные рифы строили из бетона, но это было дорого. Шины казались отличной альтернативой, они могли одновременно решить проблему отходов и помочь рыболовному промыслу. Весной 1974 года власти одобрили проект, и в двух километрах от берега на дно Атлантического океана опустили 2 миллиона шин, надежно скрепив их металлическими зажимами и нейлоновыми веревками. Так появился риф, получивший название «Морской каньон». Сначала все шло по плану, кораллы начали разрастаться, создавая среду для морских обитателей. Но со временем металлические крепления разрушились из-за морской воды, и шины начали разноситься течениями и штормами. Вместо того, чтобы помочь экосистеме, они начали ее разрушать, уничтожая природные кораллы и загрязняя побережье. К тому же шины оказались токсичными, они выделяли опасные вещества, отравляя воду и морских обитателей. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу, власти начали операцию по их извлечению, но оказалось, что достать их сложнее и дороже, чем сбросить. К 2007 году со дна подняли около 73 тысяч шин, но их все еще оставалось слишком много. Полное восстановление экосистемы, по оценкам экологов, займет не менее 50 лет. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.